Я бывший оперный певец, артист театра и кино, дважды судимый, алкоголик, пьяница, и Господь меня сделал служителем Божьим, рукоположенным евангелистом. Помните Еремия, первая глава с пятого стиха? «Прежде, нежели я образовал тебя в отчереве, я познал тебя. Прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя». Пророком над народами кого-то делает, кому-то как-то. «Я 33 года служил в сатане». Ну, как так? Такие роли в театре, в кино, романсы, арии, стихи, поэзия. Неужели это служение сатане? Да, друзья. Библия говорит, что таланты, которые дает нам Бог, мы должны, если мы не отдаем на служение Богу, хотим, не хотим, мы служим князя мира сего. Это когда меня судили второй раз. Я тогда уже был при званиях, при регалиях. И адвокат, который защищал меня, он сказал, посмотрите, кого мы судим. Мы судим инженера человеческих душ. Бойца идеологического фронта. Ох, кто я был. А я был боец. Я сеял. Вот эти вот роли, то, что я играл, пел, поэзия. Это был мой посев, который взошел. Наркомания, блуд, мерзость, грех. А когда мы пришли к Богу, мы, я имею в виду всю свою семью, вы знаете, Господь дал новую песнь. Помните, апсалон 39. Твердо уповал я на Господа, и он преклонился ко мне, услышал вопль мой, извлек меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песню. Хвалу Богу нашему. Новая песня, друзья. Вы знаете, это... Это не набор слов. Это обязательно то, что Господь дает мне. Это или молитва, или проповедь, или свидетельство. Ну, слушайте внимательно вы сами ее. Слушайте, и вы знаете, по земле словно птицы летаем, и готовы в последний полет, в мир небесный. О нем мы мечтаем. Вечный мир там спасительно ждет. Постепенно уходят святые, от земли прямо в небо идут. В небе мамы, отцы молодые, славу вечному Богу поют. Там нет горя и слез, нет печали. Там спаситель промолвит, любя, Как же долго тебя ожидал я, Дорогое, родное дитя. Журавли, 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 Эталон красоты, красоты. Над землей вы, как песня, Как песня плывете, И из облачных далей с небес чистоты За собою в край Божий зовете. Высоко в небесах Клинт печальный плывет, Журавли надо мной пролетают, Их тепло и любовь Даль куда-то зовет, Силой крылья и дух наполняют. Журавли, 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 Эталон красоты, красоты. Над землей вы, как песня, Как песня плывете, И из облачных далей С небес чистоты За собою в край Божий зовете. Но не все долетят В тот божественный край, И любовью не все насладятся. Как змея заползет, Чье-то сердце печаль Их пучи не заставит остаться. Долетит только тот, Кто сомнений не знал, Кто душою к мечте устремлялся, Кто за жирный кусок Честь, любовь не продал, Кто в труде и в постах Закалялся. Журавли, 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 Эталон красоты, красоты. Над землей вы, как песня, Как песня плывете, И из облачных далей С небес чистоты За собою в край Божий зовете. Вы знаете, это 73-й год. Я признанный певец. У меня трое детей. Жена, сын как раз родился. А я не любил домой к маме в гости ездить. Каждый раз, когда приеду, Она мне о Боге говорит. Меня это раздражало. Я грубил ей. Ну, а тут меня аж признали. Вы что? И я зашел такой гордый. А мама посмотрела, Заплакала. И говорит, сынок, Я всю жизнь молюсь за тебя. И я знаю, Я знаю, что Господь тебя спасет. Но когда ты сам придешь к Богу, Когда ты покаешься, Ты же уже не человек. Вы представляете? Меня признали. Она говорит, я не человек. Возмутился. Говорит, мама, Ты меня больше не увидишь. Ни меня, ни моих детей. Забрал Валю. Мы шли из дому. Через два дня Мама умерла. Это был 73-й год. Ну, Вы знаете, Жизнь моя Пошла. Я Четыре раза с женой разводился. Два раза меня судили. От алкоголя меня лечили. И Кашпыровский, И Довженко, И Чумак. И когда уже 91-й год, Когда Я уже врачи сказали, Мне осталось жить Очень немного. А у меня был друг. Вы знаете, Вот Ну, необыкновенно Талантливый человек. Вот Господь дал ему Талант И красоту. Это был очень красивый человек. Он не курил, Не пил, Не принимал Наркотиков. Это был Когда мы с ним на рыбалке были, Он говорил, Юра, Ну, Ты понимаешь, Я все знаю. Я все имею. Я счастливый человек. Но почему у меня душа, Ну, как заболит, Заболит. Ну, что и надо. Дело в том, Что Мы есть Храм Божий. И Дух Божий В нас пребывает. Так вот, В той душе Не было Духа Святого. И он Выбросился С пятого этажа. Представляете, Я так часто вспоминаю, Такой талант. Такой талант. Он этот талант Употреблял На Мамонну. Господь дал мне В этот стих Друзья мои, Коллеги, Музыканты. Вам Бог и жизнь, И славу даровал. На что вы тратите Свои таланты? Талант для многих Преисподний стал. Бог дал талант. Его Отцу верните. Земная жизнь, Чтоб в радости прошла Своим талантом многих Вы спасите, Прославив Бога Вечного Творца. Друзья мои, Смысл жизни Обретите. Отбросьте грязь, Наркоту, Суету, Свой взор Вы на Голгофу Обратите. Идите Ко Спасителю Христу. И ваш талант В смиренном покаянии Другие песни Нежно запоет. И в этот час Безумного гуляния Вас, Избранных, К Иисусу приведет. Очнись, Талант, Бесплатно данный Богом. Прославь любовь Всевышнего Творца, Нишастый, Потрясином и болотом, Твой дом и счастье, Вечность, Небеса. Аминь. Вы знаете, друзья, Вот душа. Вот душа. Это первая душа, Она болит, Она рыдает, Она не дает покоя Ему. Ведь это она, понимаете, Она подает сос. Спасите наши души. Пожалуйста, сос. Знаете, есть три точки, Три тире. Азбука Морзе. Сос. Спасите наши души. Вопит народ везде. Закрыл вам дьявол уши. Вы слепы во грехе. Уже планета стонет В преддверии конца. И сатана возгонит От Бога, от Христа. В эфире звучит тревожно. Шторм страшный на нас грядет. Старается скрыться надежно. Испуганный вестью народ Детей добро укрывают. Надеются на себя. Запор везде укрепляют. Все проклиная броня. Лишь только вседержитель Людям спасенье дает. Христос, он наш спаситель К спасенью зовет. Господь и сейчас взывает К вашим жестоким сердцам. Смирение ожидает, Чтоб дать спасенье вам. 25 только золотых медалей было. Я все пропил, конечно. И так получилось, что я, вы знаете, вот 33 года, вернее 25 лет я только в опере пропел. И я все эти годы пел партию такую. Есть опера Борис Годунов, партия Пимена. Это монах, который сидит в келье и переписывает Слово Божье, Библию. Я там пел так. Еще одно последнее сказание и летопись окончена моя. Окончен труд, завещанный мне Богом. Мне, грешному. Друзья, столько лет пел и не обращал внимания на слова. А это вдруг, когда уже все... Подожди. Труд, завещанный мне Богом. А какой же труд мне Бог завещал? Неужели вот это купаться в славе, в деньгах, а потом в блевотине, в грязи? Я решил покончить жизнь. И когда я пришел в театр, вы знаете, ко мне подошли люди из другой страны и сказали, мы пришли спасать душу. вот так я стал христианином. Вот такой наш Бог, друзья. Вот такой Бог. Слава Ему. Слава Ему. Ну, вы знаете, это как-то на... Одно у нас было там в России евангелизация и подходит ко мне после покаяния девочка, студенточка, цветящаяся вся, подходит и говорит, пожалуйста, а вот таких звезд, как вы, много в христианстве? Я говорю, девочка милая, да все, кто славит Бога, это звезды, но это не звезды, мы левиты, а звезды, одна звезда, одна, это Иисус Христос. Аминь. А вот это остальные все. Ну, я расскажу, кто они такие. У нас вообще какое-то удивительное состояние. Война, недоедание, работы нету, люди гибнут, все нормально, но куда не плюнешь, в звезду попадешь. Столько звезд развелось, даже есть звезда сантехники. До этого уже дошли. И я, вы знаете, как-то вспомнил, как-то вот так вот мы были на служении, после служения подходит ко мне молодой человек, ну, видно, что ему нравится, все нравится. И он так в восторге говорит, ой, вы знаете, вы так поете, вы так поете, это так здорово, это, это, вы звезда. Я говорю, слушай, а скажи мне, а о чем я пел? Он, как о чем? Ну, что я говорил? О чем я пел? Ну, ну, пел, здорово. Говорю, вы понимаете, ужас какой, а? Человек приходит, садится в зал, и он пришел развлекаться. Ноги, так или нет, сидят в зале, тут проповедник, говорит, 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 а ему это, он где-то там питает. И вы знаете, я как-то по неволе вспомнил, напомнить это, из Кииля, 33 глава, с 30 стиха. А о тебе, сын человеческий, сыны народа твоего разговаривают у стен и в дверях домов, и каждый говорит один другому брату, поедите и послушайте, какое слово вышло от Господа. И они приходят к тебе, как на народное сходбище, и садится пред лицем твоим народ мой, и слушают слова твои, но не исполняют их, ибо они в устах своих делают из этого забаву, сердце их увлекается за корыстью их, и вот ты для них, как забавный певец, с приятным голосом и хорошо играющий, они слушают слова твои, но не исполняют их. Забавный певец. А дальше написано, что скоро придет время, уже наступило время, и многие узнают, среди них был пророк. Во! Представляете, оказывается, мы пророки? Мы, кто вот поет все, говорит все, свидетельствует, нет, мы пророки, потому что мы несем благую весть, облагая весть все, что в Библии. Аминь. Вы знаете, друзья, это было на Рождество два года назад, я живу в деревне там, на Украине, и так получилось, что Валя уже спала, я прослушал такую проповедь, прекрасную совершенно, ну, рождественская, и вот у меня состояние, вот сейчас я начну молиться, вот сейчас, вот уже, и вдруг за окном, ба-бах, это петарда, фонтан огня, шум, крик, нецензурщина, и кричит, «Врубай звезду!» Включили. Хорошо, все будет хорошо. Ужас! И вот Господь дал мне этот стих. На улицах беснуется народ, благоговенье воплем разрывает, хлопками, пьяной болтовней опять Иисуса распинают. Таланты, получив от Бога, мирскую славу пожинают, погрешив о грехе, в разврате, себя светилами считают. Какие звезды? Мега-звезды! Рабы вы Люцифера, сатаны, с небес повершимся Всевышним, фальшивые забавные шуты. Нам звезды светят во Вселенной. Они, как вифлеемская звезда, указывают путь к спасению в обители Небесного Творца. Мирская слава не спасает ни деньги, золота, ни бункера. Бог вечность двери открывает через распятого Христа. Аминь. Вы не спите, друзья? У меня такое впечатление, что вы заснули. Может, я громче буду говорить? Нет? Вы знаете, конечно, мы вот сейчас... Я почему... Я не могу спокойно, понимаете, говорить о Боге. Я постоянно сейчас, вот уже много лет на Божьей Ниве тружусь. И когда я вышел, когда я каялся, это было в 91-м году, я выполз. Я сказал, говорю, Господи, я не знаю, сколько Ты мне позволишь пожить на земле. Я обещаю Тебе до конца своих земных дней, до последнего дыхания я буду служить Тебе. Господи, спаси. И вот уже 27 лет я служу на Божьей Ниве. Вот такой наш Бог. Вы знаете, мы столько видим всего, столько Господь нам показывает, ну, просто поражаемся совершенно. Ну, я буду, наверное, закругляться, да? Я думаю, все еще ваше время хотят покушать, наверное. Ну, послушаю. А я... Ну, такая прекрасная программа была. Вы спросите, пожалуйста, это выслушать? Нет? Володой. Ну, ладно. Вы знаете, это мы поехали... Ну, видите, я не молод, но мы постоянно, постоянно... Я и жена, мне 77 лет, и ей 77. Но мы постоянно едем, 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 едем. И вот, как-то, опять же, на Рождество. приезжаем мы там колония есть в Херсонии, жуткая колония. Там, значит, люди по несколько раз судимые, насильники, там, грабители, безбожные, ну, в общем, ужасно неприятный народ. Мы заходим туда, небольшой зал, полный заключенных и усиленная охрана. Когда я начал говорить, петь, когда я призвал к покаянию, я смотрю, весь зал поднялся, все вышли, и охрана вся вышли вперед. Я вам честно говорю, я перепугался. Я думаю, наверное, они меня не поняли. Я говорю, друзья, я вас зову для того, чтобы вы Господа в сердце свое пустили, для того, чтобы вы покаялись и всю оставшуюся жизнь служили Богу. Ну, так как? Будем каяться? Все. Будем. После покаяния. Прямо там, представляете, организовали, поставили этот самый церковь. Подходит ко мне такого небольшого расточка, подходит, знаете, я вот что скажу. А лицо такое светло, видно, что искренний человек покаялся. Он говорит, я вот что скажу. Я звезда уголовного мира. Так вот, я очень люблю петь блатные песни, стихи душесчипательные. И братва меня уважает. Уважает братва. Так я прошу, вы знаете, дайте мне ваши стихи, дайте мне ваши песни. Я не хочу больше это петь. Я буду это петь. Ну, видно, что человек родился свыше. Сразу же видно было. Вы знаете, друзья, это мы в Ростове были, громадная церковь, громадная. И когда я призвал к покаянию, а вышло всего восемь человек. Идет где-то восьмая еврейка, такая, мало же намного, меня держит под рукой книгу, гранитный капитан, и выходит и говорит, я должна покаяться. Я говорю, ну, прошу. Она, вы знаете, когда я впервые увидела ваши стихи, песни послушала, книги прочитала, я стала всем говорить, не верьте. Ни одному слову не верьте, это артист. Я его знаю, это неплохой артист. Он вам еще не то расскажет. А прошло, говорит, вот уже пятнадцать лет, я смотрю, что многое, что написано там, это сбылось уже. Ну, вы знаете, друзья, я не пророк. Я только познаю прекрасные библейские заветы. И в них я постоянно нахожу на все вопросы мудрые ответы. Бог говорит, Господень день грядет, как ночью вор нежданно он нагрянет, а по земле как гад ползет дух гибели. И скоро он восстанет, проявится, антихристом придет, провозгласит себя спасителем вселенной. И он, измученный, разграбленный народ, покроет вечностью гиенной. Земля горит, народ везде страдает, надеясь на хорошего царя. А Бог все видит, терпит, ожидает, когда ж ты примешь Господа Христа, пока еще Святой Дух освящает, заблудшие, разбитые сердца священным Духом души наполняет, ведет чертоги вечного Творца. Вы знаете, вот Господь, почему я и говорю, потому что много уже свидетельств о том, что все вот эти псалмы, которые я пою, очень много уже через них пришли людей к Господу, к Богу. Все это я получаю от Бога. Это не мое. И вот как-то мы были на служении, по-моему, здесь, в Америке. И когда я спел псалм, один, я думаю, вы со мной вместе споете, когда смотрю, значит, это когда спел, уже после служения идет сестричка, такая, в возрасте, она идет и держит сборник стихов от руки написанный, аж желтый такой, знаете, выдержанный. Она подходит и говорит, этот псалом я пела в 56-м году. Я говорю, не может быть, этот псалом у меня появился в 92-м году. Ну, что вы мне говорите? Вот я пела, вот он, я говорю, да нет, не может быть, но я-то знаю, я знаю, когда я его написал. Она, не верите? Я говорю, не верю, ну, читайте. Я открываю, друзья, а там написано, 56-й год, слова, одно к одному. Я каялся, прям. Вот момент, когда, когда, вы знаете, вот это, мы себе приписываем. Все нам дает Бог. Аминь. Все, друзья. Я думаю, мы споем вместе с вами. Слова, очень, правда, трудные. Аллилуйя. Пожалуйста, отчий дом. Давайте встанем. Бурные реки, грозные скалы, нежный цветок, щебетание скворца, солнце и небо, дожди и туманы, все сотворилось по воле Отца. Дал Бог нам разум и сердце большое, чтобы в смирении покой обрести, чтобы через горе слезы печали с радостью в дом свой дорогу найти. Там лишь любовь живет, там все цветет, поет, там наш Отец нас ждет, Бог всех зовет. Аллилуйя! 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 Там всех нас встретит Отец наш Небесный, Он приласкает и слезы утрет, Он нас обнимет, любовью согреет, Царство Небес за собой поведет. И херувимы на гуслях играя, славя Отца, Аллилуйя! споют, в белые платья на всех одевая, пеньем осаны с собой увлекут. Там лишь любовь живет, там все цветет, поет, там наш Отец нас ждет, Бог всех зовет. Аллилуйя! 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 Горе там нет, все болезни исчезнут, в духе предстанем, при дочи Творца, в Царстве Небесном, священном, чудесном, преобразятся вмиг наши тела, там нас объемлет безмерное счастье. Славя Отца, Аллилуйя! споем, Сына Отца и Духа Святого, славя мы вечность с собой унесем. Там лишь любовь живет, там все цветет, поет, там наш Отец нас ждет, Бог всех зовет. Аллилуйя! Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Присаживайтесь, Аллилуйя. А как мы там споем, а? Это, вы знаете, подходит ко мне юноша там в России. Я, говорит, не могу сказать свое имя, не могу сказать, откуда я, потому что меня все равно скоро убьют. Я говорю, а почему тебя должны убить? Он говорит, я киллер. Я говорю, слушай, идем, идем, выйди, покайся, и Господь тебя спасет. Он, нет, нет, мне спасения нет, у меня слишком много душ загублено. Спасение есть от подлости, измены, от облучения, от болезни, от беды, от суетных дорог, житейской перемены. Спасение есть от проклятой судьбы. Спасение есть от сглаза, от гипноза, от колдовства, от черного кота, от пули киллера, от взрыва, от ожога, от подлого бандитского ножа. Спасение есть от гибельного ржака, от спида, от наркоты, от чумы, от первородного адамова порока. Спасение есть от смерти и от тьмы. Встань на колени, Господу поверь, покайся искренно, без принуждения. И в небеса Иисус тебе откроет дверь. Мир Божий взлетешь, спасение. Вы знаете, друзья, вы обязательно приобретите у меня вот там дисков, я не знаю, сколько там есть, потому что у нас очень много уже через вот эти вот наши свидетельства пришли люди к Богу. Это будет ваше служение. Тогда мы сможем дальше ехать, заправляться и славить Бога. Ну, а вы знаете, что каждая копейка, она у нас идет только на евангелизацию. Сейчас очень трудное положение, а евангелизировать надо. Правда, ходят какие-то слухи, что зачем мы сейчас евангелизировать? Лучше помогать там где-то кому-то. И это надо. Но евангелизация обязательно должна быть. Ну, Божий сказал, идите и несите благую весть. Вы знаете, друзья, вот ко мне подошел тоже один юноша, он плакал. Он сказал, это проблема в каждом доме, в каждой семье. Говорите, говорите об этом. Ну, Господь дал мне музыку, слова, и получился такой псалом. Пожалуйста, примирение. Сын обиделся на отца. Ушел из дому. И писали, и звонили, и просили. Он не приходил. Когда мама умирала, она попросила, говорит, доченька, позвони брату. Пусть придет. Умираю. Погромче дай. Хлопнул дверью, оставил порог. Бросил зло, ухожу навсегда. И вонзились слова, как клинок. Не прощу, не прощу никогда. И ушел сын в туман. Он за призрачным счастьем бежал. Он измену познал и обман. Он изгоем по миру блуждал. Мама письма писала, сынок. Папа вовсе не выгнал тебя. Это был лишь смиренье урок. Ты вернись, он обнимет любя. Но обиду свою сын лелеял и в сердце хранил. И у бездны на самом краю пред отцом он к лавы не склонил. Когда сестра позвонила, она сказала, брат, мама умирает. Приди! Пришел, сынок. Пришел. Мама взяла руку сына, руку отца, соединила их. Взяв холодеющей нежной рукой руку сына и руку отца, Помирила их мама Христом и с улыбкою шла в небеса. О, Иисус, сколько раз ты протягивал руку свою, Гордых, черствых, обиженных нас, Ты зовешь возвратиться к Отцу. Гордых, черствых, обиженных нас, Ты зовешь возвратиться к Отцу. Какое счастье быть Твоим! Какое счастье быть спасенным! И в час Тобой определенный преобразиться, стать святым! Какое счастье быть Твоим! Тебе нести свои проблемы и, видя мира перемены, Остаться чистым и святым! Какое счастье быть Твоим! В молитве при Тобой склониться, Твоим общением насладиться, Умчаться ввысь и быть святым! Аминь!